На покрытые черным гель-лаком ногти, там где будет дизайн, наносим тонкий слой густой базы. Посыпаем мелким золотым глиттером и располагаем кружочки конфетти разного размера в хаотичном порядке. Это та же самая баночка конфетти, которую я использовала в предыдущих своих видео. В баночке три цвета разных размеров, золотой, фиолетовый и зеленый. Для этого дизайна я просто отобрала из баночки золотые кружочки. После просушки в лампе покрываем дизайн густой базы, чтобы выровнять поверхность ногтя и хорошо закрепить дизайн. Сушить лучше по одному ногтю, чтобы база не растекалась. Сверху мы покроем наш дизайн одним слоем витражного гель-лака. В данном случае у меня ТНЛ номер 16. Просушили в лампе и перекрываем топом с липким слоем. После того, как мы просушили топ и сняли липкий слой, берем гель-краску без липкого слоя и рисуем узор. Чтобы рисунок не перекрывал витраж, нужно постараться рисовать тоненькие линии. Для этого полностью пропитайте волос кисти в гель-краске, а затем хорошо отожмите кисть, чтобы на ней осталось минимальное количество краски. Доз для этого дизайна я использую тоже самого маленького диаметра. Для присыпки я использую прозрачную акриловую пудру с мерцанием. Чтобы сделать такую пудру, я взяла прозрачный акрил и втирку для ногтей северной сиянии. Это втирка как раз нужного помола, чтобы получить красивый сиреневатый и мерцающий именно эффект. Вы можете использовать втирку других цветов и вы получите другие оттенки мерцающей пудры. Просушили в лампе и смахнули излишки пудры. По тому же принципу делаем дизайн на другом ногте. Продолжение следует... Надеюсь, вам понравилась идея яркого зимнего дизайна. Девчонки, очень жду ваших комментариев. Субтитры сделал DimaTorzok